Детский церебральный паралич – это широкое понятие, которое охватывает несколько различных симптомов двигательных нарушений. По результатам современных научных исследований в этой области обнаружено, что у детей с детским церебральным параличом внутриутробно медленнее развивается лимфатическая система, из-за чего образуется отек в мышечных клетках и, как следствие, схожая со спастическим повышением тонуса мышц. Подтверждений поражения головного мозга у детей с детским церебральным параличом на современных МРТ не обнаружено. Дискинетическая форма детского церебрального паралича характеризуется непроизвольными движениями – гиперкинезами, повышением мышечного тонуса. Клиническая картина характеризуется наличием гиперкинезов, глазодвигательными нарушениями, дезортрией, нарушением слуха. Ярким проявлением заболевания являются непроизвольные движения, слюнотечения. Отсутствует правильная установка конечностей и туловища. Мирамгуль обратилась к Николаю Борисовичу Никонову с просьбой восстановить ребёнка. Мансур – 2 года 8 месяцев. Диагноз – детский церебральный паралич. Дискинетическая форма тяжёлой степени. Тугоухость четвёртой степени. Бронхиальная астма. Он родился недоношенным? Он родился недоношенным, 27 недель, весом 986 грамм. Два месяца мы в роддоме лежали, выписались. Потом получили прививку. После прививки у нас осложнения были. Мансур родился недоношенным, вследствие чего у него была бронхолёгочная дисплазия, выражавшаяся в постоянных хрипах. Перед поездкой в Москву Мансур был осмотрен неврологом. В заключении отмечено, что ребёнок немного держит голову, не сидит, не ползает. У ребёнка наблюдаются гиперкинезы, то есть внезапно возникающие непроизвольные движения, нарушения мышечного тонуса, речевые нарушения. Николай Никонов провёл Мансуру 10-дневный курс эмендических процедур. Эмендический метод Николая Никонова заключается в удалении отёка из мышечной ткани ребёнка, из-за которого мышцы не могут полностью растянуться. У детей, страдающих дискинетической формой детского церебрального паралича, вследствие мышечного отёка ядро клетки смещено. Клетка не получает достаточного количества энергии, и мышечные волокна не могут растянуться. В результате эмендического воздействия на мышцы отёк исчезает. Ядра мышечных клеток возвращаются в центр, и появляются свободные движения. Только первый день приехали, Николай Борисович, у нас он левую ногу не отпускал, он постоянно поднимал. Получается, у нас проблема была в основном с левой стороны. После 10 дней курса он ногу спустил левую, у него опора появилась, как бы стоит на двух ножках, спускает левую ногу, стоит ровно. У нас были с дыхательным путём проблемы. Вот, как слышите, сейчас у нас хрипов нет, дышит очень даже хорошо. Вот даже и улыбаемся. У нас всё хорошо. По возвращении домой Мансур повторно осмотрен лечащим врачом-неврологом. Отмечена интенсивная положительная динамика. Мансур стоит с опорой, держит голову, начал стоять, опираясь на обе ножки. Ранее не опирался на левую ногу. В данное время опора на левую ногу идёт с носка. Стал лучше держать голову. При опоре на ноги полностью выпрямляет туловище. Сидит при опоре. Врач отметил полное отсутствие на данный момент дискинетических явлений, то есть хаотических движений. Кроме того, до начала восстановительных процедур доктора Никонова у Мансура было затруднено дыхание. Наблюдались сильные хрипы при вдохе и выдохе. Уже после второй процедуры в Москве дыхание Мансура полностью восстановилось. Хрипов нет. Улучшение состояния здоровья Мансура произошло всего за 10 процедур.